Законный приятель, бро и деле тебя быстро раскидают по понятиям Кто ты, из какого сделан тесто, поверь, они умеют ставить на место Синие номера на сером посадке, лучше не огрызайся, а то в салон посадят И на них нету никакой управы, оба родни в погонах всегда правы Мы не люди здесь, мы тут просто тени, любого из нас могут закрыться деньги Пока мама из-за сына в сути плачет, очередной судья очередную зятку прячет И не удивляйся даже, тут убийство кражи, взрослые в бухе лазят молодежь туда же Тут налегке невинованного накажут, и близкие в слезах ничего не докажут И не надо разбираться, кто тут прав, всегда прав тот, у кого больше прав Точнее тот, кто козырной масти, а еще точнее тот, кто стоит у власти Тут все незаконно и несправедливо, тебе можно все, если у тебя есть ксива Тут жить невыносимо без богатого бати, если есть богатый батя, то за тебя заплатят И тут не катят, типа не хотел, либо расчет на месте, либо в рай и дел Они все вроде против коррупции, но протоколы продаются как продукция С другой стороны, ребята молодцы, сразу две профессии, милиционеры, продавцы Жалко, что цены дорогие, не в ебатых, хотя в принципе можно и поторговаться Это позор для страны нашей, такого позора, среди них процентов 40 Остальные 60 порядочные дяди, но за пару тысяч продадутся как бляди Это не люди, по-моему, это помои, у которых раскусили жалкую натуру Их пальцем тронь, а не сразу снимать побои и наутро заявления в прокуратуру Хотя у милиции безобидные лица, но оба родни в погонах умеют не политься Они зверями становятся не по ночам, а тогда, когда погоны на плечах Это пока для них погоны, как иконы, помогают с деньгами и во всем Но когда-нибудь за грехи догонят, и тогда припомнится абсолютно все Это пока для них погоны, как иконы, помогают с деньгами и во всем Но когда-нибудь за грехи догонят, и тогда припомнится абсолютно все Абсолютно все Абсолютно все Абсолютно все Никогда не поздно поздравить родную полицию-милицию с их профессиональным праздником. Итак, здравствуйте всем. Мы начинаем политическо-аналитическую программу, которая подводит итоги недели, но точнее, дает вам всю полноту картины происшествий. Начинаем. Ты кто такой? В Хабаровском крае учитель избил мальчика, мешавшего вести уроки. Япония рассчитывает установить свой суверенитет над двумя российскими островами на Курилах. Вот как японские совсем охренели. Петрову и Баширову помогали отправиться в Англию сотрудники ФСБ. Продолжается мой любимый сериал «Салзберецкий» очередной выпуск. Закроем за минуты. Россия поставила Украине ультиматум по Азовскому морю. Киевляне назвали провальной деятельность Кличко на посту мэра города. Генпрокуратура РФ возбудила новое уголовное дело против Уильяма Браудера. Депутат предложил обязать неработающих граждан платить страховые взносы. Обо всем подробно прямо сейчас. Ты кто такой? Давай до свидания! Нет у нас в России больше хорошего образования. Можно было бы вот так озвучить данную новость. В Кабаровском крае учитель избила мальчика, мешавшего вести уроков. Причем я смотрел видео с избиением ученика. Там дети, которые снимали это видео, кричали, что «А вот у нас теперь есть доказательства». Это означает то, что учительница избила не только одного ребенка, но и несколько сразу до этого избивала. А жалобы детей директору, заучу, родителям ни к чему не проводили. Детям тупо не верили, что их избивал учитель, пока они сами не сняли видео и не выложили в сеть. И уже после этого им поверили не только родители, но даже и следственные органы. У меня, кстати, есть целый роман, написан про зверство у учителей над учениками. Называется «Десять месяцев войны». Он доступен на ютубе. Там по сюжету учителя вообще развязывают третью мировую войну. Аудиоверсия романа доступна на моем ютуб канале. И стоит из шести частей. Недалеко до этого и современным учителям в России. Вот, в частности, учитель начальных классов школы номер 37, Комсомольска на Амуре Татьяна Лескова, избивает ученика второго класса по имени Семен в школьном коридоре. И это учитель с 25-летним стажем. От силы наносимых ударов Татьяны Лесковой, ученик Семен, падает на пол. Но учитель не останавливается и продолжает его избивать. Тем самым показывая пример подостающему поколению, что лежачих наши, что они, ох, еще как бьют. И что законы чести и совести для современной России – это туалетная бумага, которая лишь потеряется в унитазах. Вообще, учителя сейчас в России перестали учить, воспитывать, они перестали еще в прошлом веке. А учить перестали сейчас. К примеру, недавний тест учителей Рособорнадзора показал, что более 60% учителей не знают своего предмета. Конечно же, рыба гниет с головы. И так, недавно министр просвещения Ольга Васильева заявила, что учитель может совмещать две должности. То есть, работать и учителем географии, к примеру, и учителем физики. Ей не вдомок, что когда меня учили самого, данная схема, где учителя преподают два и более предметов, не связанных друг с другом, называется поверхностное изучение предмета. Да, на то наиповедностное, что знаний дается с бульки нос. А главное, это тесты, диктанты, проверочные работы, разумеется, ЕГЭ, ГИА и т.д. Васильева одобряет эту систему. И вот он, результат. У учителя избивают своих учеников. Причем даже тогда, когда ученик уже избитый лежит на полу. Я давно заметил, что учителя в России давно сошли с ума и откровенно слетели с всяких катушек. В простонародье и ёбнулись. Вот еще один тому пример. Татьяна Юрьевна Лескова сказала, что семеночник второго класса шел домой. Тот не послушался и начал ходить по коридору школы. А когда он открыл дверь в класс, Татьяна Юрьевна та не выдержала и хлопнула Семену по рукам. Семен долго не остался и ударил ее ногой в пах. Татьяна Юрьевна, со слов начальника управления образования Хабаровского края Куликовой Леонид Александровне, лучший педагог области. Да, потому что худшие педагоги области, видно, либо не избивают детей, либо избивают детей при помощи арматуры, к примеру. Да, а это лучший педагог области. А лучше, потому что она без посторонних средств может избить кого угодно. Да. Вот такая вот система ценностей в Хабаровском крае существует. Ну, держись, малолетняя сука. Так Татьяна Александровна наблачила с ней Семена. Начальство Татьяны Александровны уже министр. Это выше, чем департамент управления образованием. Так вот, министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова оправдывает своего подопечного. Ну, дескать, с кем не бывает, учитель не выдерживает учеников. У него выгорает нервные клетки. Обращу ваше внимание на факт, что у этой садюги-училки был не урок, а факультатив. Это не одно и то же. В России сейчас без репетиторов никуда. Они полностью заменили учителей в их функции учить. И система ЕГЭ просто выбросила учителей на помойку. На свалку профессий, которые были когда-то. Сейчас репетитор важнее и ценнее в школе, как материально, так и нематериально, чем учитель. Увы, современные учителя открыто признаются. В частности, я слушал в эфире Вести ФМ. Так вот, учителя открыто признаются в том, что ненавидят детей. Это вот все равно, что идейные пацифисты идут в армию. Или уголовники в погонах идут в милицию. Хотя такое в России было возможно. И даже было несколько раз. Ну там, правда, наоборот, менты становились преступниками. Но тем не менее. Что происходит в России? Вот так вот в России это вот такое вот образование говно. Получается, раз образование говно, то у учителя говно. А раз говно учителя, то ученики говно. И самое большое говно в самом большом унитазе мира находится именно в Кремле. Я бы за репетиторство запретил бы ученикам брать деньги. Вот и все. Чтобы они реально подтягивали отстающих учителя, а не выкашивали с них, с их родителей, капусту. И я бы в школе оставил только фундаментальные науки, проверенные временно. А не эти нововведения, типа экономики, права и так далее. Но право, может, еще оставил. А экономику я бы точно вычеркнул из курса школы. Потому что у нас вот был предмет по экономике, вела его историчка и... Вела молодая учитель истории предмет по экономике. И вот возникает вопрос, а какого лешего она относится к экономике? Имеется в виду, она что там? Завела бизнес, она вела бизнес там. Она торговала акциями на биржах. Нет, она пришла из педучилища к нам. И начала вести у нас экономику. Вот и все. У нее нет опыта по этому предмету. И вообще у учителей, я считаю, что не должно быть опыта по этому предмету. Это вот у тех, кто там идет вот эти вот всякие там вузы, менеджеры. Вот там должны сидеть преподаватели, у которых есть реальный опыт по экономическим делам. А не в школе это делать. И вот эти вот самые нововведения экономика, предмет светской этики, да, они отбирают часы от фундаментальных уроков, таких как физика, математика и так далее. Среди учителями поставили эксперимент. Вот и получили результат буйных учителей. Не учителей, а мучителей. А школа номер 37, комсомольская на море, кстати, обветшала, символизируя полную разруху в русском образовании. А видео уже удалили, да, почистили уже видео. Наверное, сами эти самые родители настояли на том, чтобы удалить видео. Но сеть уже просочилась, и я уже откомментировал на злобу этим и родителям, и ученикам, и всем посетителям школы номер 37. Так, дальше идём. Япония рассчитывает установить суверенитет над двумя островами на Курилах. Не беспочвенно. И всё потому, что российское производство на Курилах загнивает. Да, все мы слышали, пожалуйста, в Шкатан, и что там творится. Творится это так, что даже главный патриот земли русской предложил японцам пользоваться этими островами безвозмездно. То есть, даром. Но всё-таки пока с территориальным контролем армии и флота Российской Федерации. Над Курильской грядой. Как сам он сказал, по мирному договору без всяких условий. Ну что ж, я хочу напомнить, что когда Путин пришёл к власти, он отдал Китаю полуостров Даманский. Тот самый полуостров, из-за которого была война с Китаем в 1958 году. В которой было первое боевое применение ФСЗО «Град», сына легендарной Катёши. И символично, что на излёте правления Путина, когда доллар за плюс 70, а рубль за минус 30, Путин готов, в принципе, обсуждать мирный договор с японцами по разделу островов, по которому Россия должна передать от двух островов и более. Сказываются экономические санкции, над которыми все смеялись. Вот досмеялись для того, что Россия может отдать безвозмездно часть своей территории. Японцам, часть своей территории японцам. На ваших глазах рушится миф о том, что Путина – это собиратель земель русских. Нет, он агрессор и хапуга. Он агрессор и хапуга. В одних случаях он захватывает чужие территории. Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск, Сухоми, Цхинвал, Что там еще, горе. А в других случаях, когда ему хлопочут по плечу и обещают кинуть на его личный счет бабло, Де Юра, этот счет бизнесмена Ралдугина, То он вместе с людьми, вместе с заводами, не задумываясь, готов раздать территорию Российской Федерации направо и налево. Такой вот поворот. Так что не думайте, что Путин главный патриот России, и вообще патриот России, в первую очередь, он конъюнктурщик. Сегодня, когда выгодно, захватим территорию, а завтра, когда выгодно, продадим ее с потрохами, Японцам, китайцам, индусам, кому угодно, лишь бы не в Соединенном Штатах Америки. Вообще, Путин, если не собирается отдавать острова, то вводит своего партнера, своего коллегу, премьер-министра Абве, в заблуждение и наваждение для Путина сейчас отдать острова японцам, это предписать себе смертный приговор. Это решение обесценит всю, по сути, крымскую историю. А зачем нам нужен был Крым, когда в ходе захвата Крыма нам пришлось отдать Курилы? Возникнет вопрос. Синдзе Абве свою политику строит на том, что постоянно заявляют своему народу, и в СМИ, что вот еще чуть-чуть времени, и русские нам отдадут Курилы. Те самые Курилы, которые Сталин вернул в состав российского государства в ходе Второй мировой войны и его финального этапа на Тихоокеанском фронте. До Второй мировой войны Курилы находились под контролем Японии из-за бесславного проигрыша России в русско-японской войне. В этом смысле Курилы, как и Крым. Там территория, политая кровью русского солдата. Еще времен деревянных судов. Нельзя давать Курилы. Ни в коем случае, как бы плохо, там сейчас не жилось. Сегодня Курилы адашь, а завтра весь Дальний Восток продашь. Синдзе Абве заявляет, что в случае передачи Курилы японцам, то там не будет американцев и лбас. Ну точно так же, да, как и Рейган в свое время уверял Горбачев, что НАТО не двинется на восток. Любые обещания в политике ничего не значат, если они не оформлены документально в виде документов и договоров с печатью и подписью. И даже если при передаче основов там реально не будет американцев, то возникает тогда вопрос, а чья армия там будет? Армия Японии, которую сейчас активно воссоздают? Кого-либо еще, армия Китая, но даже если будет армия Китая, это все равно напрямую угрожает базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Это создаст угрозу напрямую Соколину, угрозу его военно-морской блокады в том числе. А между прочим, там, на Дальнем Востоке, находится база для ремонта и обслуживания атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту, которые в час Че, в день Де, должны потопить вражеские авианосцы и ударить по территории врага. И вот эти базы на Курилах, Сахалине, Путин может поставить под удар японцев, китайцев, кого угодно, кто забавшает ему бабло на счет. О чем там в Кремле думают, мне непонятно. Поверяя японцев, что да, 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 подпишем мирный договор по распаду страны и взятие под контроль охотничьего и других морей иностранными государствами. То есть, не надо уверять Синдзе Аблу в том, что мы вот сейчас прям отдадим вам Курилы. Ни одного острова не должны отдать. Ни одного. Я знаю, почему вообще об этом думают в Кремле. То жизнь на Курилах не сахар, и давайте-ка дадим их. Меньше будет затрат бюджета на Дальний Восток, но так же нельзя. Я горд, что в составе России есть Курильские острова. Всем тем, кто там был и живет, я передаю пламенный привет. И если Крым можно послать откровенно нахер, потому что Крым при Хрущеве стал Украиной, а на заре цивилизации он был Турцией, а еще когда не было три зари, он был греческой территорией, то, соответственно, нельзя раздавать острова японцам направо и налево. По первому их требованию Курилы это то немногое, по которому достигнут консенсус в российском обществе. Если Крым до сих пор обсуждается, где хорошо живось, под украинским или под российским, то как бы плохо не живось на Курилах, и как бы там работы не было, и с жильем проблемы все-таки достигнут консенсус, что Курилы это наша территория, территория Российской Федерации, и никому мы не должны эти острова отдать. Так, в другой сфере. Ну, кстати говоря, насчет проблемы с заводами, нашкотания, другими заводами, которыми находятся на Курилах, там рыбные заводы, это лежит проблемой в другой плоскости, в сфере госуправления, в частности управления заводами и природными ресурсами. Если Путин отдаст Курилы японцам, то к гадалки не ходи вместо решения проблем, и работой с жильем на Курилах, россияне получат военную и геополитическую проблему. Но я имею в виду, что вопреки обещанию Синдзе Абве Путину, все-таки там разместятся, естественно, американские базы. Надо Абве четко заявить, что Курилы наши, а не ваши. Это благодаря политике Путина и тому фактору, что ему приятно, когда Синдзе Абве приглашает его к себе в гости, и неприятно выслушивать доклады министров про проблемы на острове Шикотан и его загнивающийся рыбзавод. У японцев складывается впечатление, что в ходе русско-японских переговоров на остров Шикотан и на остров Хабоме распространится японский суверенитет в ходе мирного договора заключенного с Россией. Это должно быть не так, а иначе помимо всего у нас появится военная угроза базы Тихоокеанского флота России. У нас еще будет экономическая угроза остаться без рыбной промышленности на Дальнем Востоке, так как японцы будут контролировать фактически моря Дальнего Востока, и они будут заниматься рыбным промыслом, они его будут контролировать, они будут контролировать поголовье рыб там на Дальнем Востоке, а не Российская Федерация. Вот к чему может привести сдача Путина Курил. Пусть даже и по самому миролюбивому договору. Дальше идем. Шпионы без границ. Солсберецкие. Часть 4. ХСБ идет на помощь. Я продолжаю рублику, сериальную рублику Дело с Крепалей. И на сегодняшний раз я расскажу вам про воль ФСБ в этой истории. Итак, сотрудники ФСБ получили доступ к инфраструктуре визового центра британского посольства. Это объясняет, почему Анатолию Чепиги, он же Баширов, и Александру Мишкину, он же Петров, без какого-либо зарегистрированного бизнеса в Британии получили деловые рабочие визы и направились туда без всякой проверки. Сотрудники ФСБ также проводили вербовку сотрудников визового центра посредством обыкновенного шантажа сотрудника визового центра, который попросил убежище в Соединенных Штатах Америки. А я вам напомню, те, кто выдает визы, не обязательно могут быть гражданами тех стран, куда летят граждане, которые подали на визы. Так вот, сотрудник визового центра Британии был гражданином России. Его зовут Вадим Митрофанов. Фамилия изменена. Рассказал журналу Инсайдер. Он как ФСБ, а он гражданин России, стала принуждать его к сотрудничеству, оказывая давление на его беременную жену и на его мать. Со словами Митрофанова, ФСБ получило доступ ко всем камерам визового центра, в частности и британского посольства в целом, посредством системы СОРМ-2, которая... 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 ну, в общем, эта система перенаправляет трафик провайдеров в здание ФСБ на Лубянке. Это нужно для слежки за пользователями интернета. А также система СОРМ-2 может записывать аудио и видеофайлы с чужих камер. ФСБ, со словом Митрофанова, пыталась устроить своего сотрудника туда, визовый центр, как раз для отправки в Британию пару человек. Мы все хорошо знаем, что это за люди. Об этом само ФСБ сообщило Митрофанову. Это было еще весной 2016 года, за два года до отравления скрипалей. Митрофанов старался уклоняться от требований ФСБ отправить в Британию пару человек без лишних проверок. Но чекисты лоханулись. Митрофанову удалось вывезти свою семью в США и, конечно же, доложить в Ленгриштадт, в штаб-квартиру ЦРУ, что происходит в визовом центре посольства Британии в России и как ФСБ вербует своих агентов. Но то ли халатность ЦРУ, то ли хорошая работа внедренных агентов СВР в ЦРУ, ЦРУ не передало данную информацию британской контрразведке Ми-5. И Петру с Башировым спокойно гуляли по Англии. Вербовки вербовал Митрофанов ФСБ никто иной, как Андрей. Фамилию он не назвал. Телефонный номер Андрея из ФСБ принадлежит его девушке, которая работает в одном из баров Москвы. Очевидно, что она собирает информацию о посетителях бара и передает ФСБ. Так что будьте аккуратнее, когда в бар, в московский бар заходите. Либо она передает информацию о клиентах своему парню, что одно и то же фактически. Со слов Митрофанова, на сетевом сервисе визового центра есть подозрительный документ, подозрительный файл. В нем содержатся персональные данные двух тысяч граждан, которые подали заявление на британскую визу с апреля 2014 по май 2016 года и которые отказались от получения виз. Некоторые имена выделены ширным шрифтом. Для визового центра эту информацию собирать было абсолютно не нужно и бессмысленно, а для ФСБ она представляла ценность. Сотрудники визового центра Британии, граждане России, не смогли объяснить, зачем они создали этот файл. Вот история самого этого Митрофанова. В 2004 году он окончил Московский энергетический институт и стал опытным программистом-айтишником. В сентябре 2012 года Митрофанов переехал из Москвы в Пекин, погнялся за длинным рублем. 11 ноября 2015 года он вместе со своей женой и дочерью вернулся в Россию и отправился к своей матери. Так как его жена была гражданкой Китая, семья Митрофанова подала уведомление о пребывании иностранного гражданина в Российскую Федерацию Федеральную Миграционную Службу. 21 декабря 2016 года ФМИС отклонила прошение о регистрации на постоянное место жительства жены Митрофанова. 18 февраля 2016 года должен был ищить срок пребывания жены Митрофанова в Российской Федерации. По закону без регистрации на ПМЖ иностранцу позволено в России находиться не более 90 суток. Но жена Митрофанова превысила этот срок и 29 февраля сотрудники ФМС явились с обыском в дом матери 2017 года, где жила его жена с ребенком. Но на момент обыска жена с ребенком она не находилась в квартире Митрофанова. Митрофанов успел их хорошенечко запрятать. 3 марта 2017 года Митрофанов хотел оформить медицинскую карточку и медицинский поле своей дочери без каких-либо оставаний и пояснений получил отказ. И когда он хотел подать иск в суд на федеральную миграционную службу, на него вышла федеральная служба безопасности. Но чтобы не не опорочить ФМС видно в глазах СМИ вечером 17 марта 2017 года Митрофанову позвонил якобы сотрудник ФМС и предложил встретиться дабы якобы уладить дело до суда и проблемы с регистрацией в РФ семьи Митрофанова. Митрофанов приехал в тот самый Барта где жена ФСБшника работала где и познакомился с Андреем из ФСБ но тогда он думал что этот Андрей из ФМС этот Андрей попросил рассказать Митрофанова о всех проблемах с ФМС предварительно включив запись на диктофоне как я иногда делаю находясь в гостях это поставим мера предосторожности. Так вот после этого Андрей попросил подробно рассказать о работе Митрофанова где он работает какие системы он создал где у них есть лазейка и так далее Митрофанов на тот момент уже работал в визовом центре британского посольства затем он достал бланк Андрей образец соглашения о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности и сказал что Митрофанова контора посла еще с момента выезда его за рубеж ФСБшник Андрей сказал Митрофанову у тебя есть два варианта или Митрофанов предоставляет информацию о работе британского визового центра либо конторские возбудят уголовное дело против его матери за укрывательство иностранного гусу за укрывательство иностранного гражданина в своем доме вот так происходит вербовка в ФСБ с бланками короче говоря комитетские взяли его на пот на испуг последовательной жесткой вербовки в баре за кружечкой кофе по условиям вербовки Митрофанова в обмен на инфу о работе британского посольства чекиста предоставляет крышу его семье в России но она эта семья не имеет права пока покидать территорию Российской Федерации и Митрофанов отказался отозвал свой иск на ФМС в суд боясь уголовного преследования со стороны ФСБ да и просто физической ликвидации со стороны Глубянки 23 марта 2017 года Андрей из ФСБ дал первое задание Митрофанову ФСБ хотело через него получить информацию о внутреннем распорядке визового центра и оборудовании в нем ну там какие компьютеры стоят какой фирмы используются какой провайдер интернета стоит и так далее перед тем как давать инфу информацию об этом Митрофанов изменил ее так чтобы ФСБ скушали дезинформацию и ничего не заподозрили при помощи Митрофанова ФСБ получило доступ каждому сотруднику визового центра и к его логинам и паролям в британском посольстве 5 апреля 2017 года Митрофанова Андрей с ФСБ познакомился с коллегой Александром из ФСБ который дал указание узнать Митрофанову о всех видах и формах взаимодействия британских консульств с посольствами и с визовыми центрами а также с МИД Британии с форн-офис на тот момент МИД Британии возглавлял Борис Джонсон отчего я делаю вид что параллельно была осуществлена вербовка Бориса Джонсона который после ухода Кэмерона мог стать новым премьер-министром Британии произойдя таким образом успехи Кема Филге но скандал с Трампом когда пресса кричала на каждом углу что вот он российский агент и вскрывала новые и новые доказательства от идеи российского агента премьер-министра решено было отказаться как мы помним Борис Джонсон уступил уступил пост премьер-министра Терези Мэй 11 мая 2017 года Блинца КМБ глава отдела безопасности визового центра Британии и конечно же сотрудник британской контрразведки начал процедуру проверки своих сотрудников очевидно что Митрофанову грозила статья измена родины причем как Британии так как он вынужден был работать на ФСБ так и с нашей стороны ему тоже грозила статья измена родины так как он сливал дезинформацию ФСБ и 12 марта 2017 года он и его семья приняли решение бежать из России куда подальше 13 мая 2017 года в аэропорту Домодедово семья Митрофанова купила билет обратно в Китай на родину его жены но им улететь не удалось и они были задержаны МВД ФСБшник Андрей позвонил Митрофанову когда он находился в КПЗ аэропорта чтобы сказать чтобы Митрофанов отправлялся домой и не смел покидать Россию 26 мая 2017 года Андрей дал новое задание Митрофанову а семья Митрофановых следуя указаниям ФСБ вернулась домой на квартиру матери Митрофанова в Москве новое задание стояло в том чтобы узнать не подал ли некто Голубович документы на британскую визу этот самый Голубович проходил по делу ЮКОСа важным свидетелем в коммуническом суде Москвы и АДС ФСБ попросил Митрофанова отследить документы российских банкиров в британском посольстве находясь под колпаком у своих под должностным расследованием британской контрразведки МИД-5 Митрофанов выполнил это задание и за это в виде награды от ФСБ 31 мая 2013 года жена и дочь Митрофанова могла спокойно улететь за рубеж так как жена рожала еще одного ребенка а жена хотела родить естественно на своей родине это вот никак это вот у китайцев никак у нас где у нас выезжают за рубеж лишь бы там родить нет у китайцев все строго жена должна родить у себя на родине ну так вот жена Митрофанова выехала за рубеж 30 июня 2017 года ФСБшник Андрей и ФСБшник Александр дали Митрофанову задание выявить уязвимость в электронных очередях визуоцентра дабы наши шпионы Петров и Баширов могли отправляться за рубеж молниеносно проходив без очереди в аэропортах и на вокзалах это объясняет то что Петров и Баширов прошли мимо сотрудников пограничного контроля Британии в аэропорту а потом на вокзале так легко 6 июня 2017 года жена Митрофанова улетела рожать еще одного ребенка в Пекин да ну собственно я уже об этом говорил и Митрофанов 6 июня 2017 года Митрофанов под предлогом что летит к жене народа смог покинуть территорию России так как в Пешнике думает что он Митрофанов еще вернется в Россию ухаживать за своей матерью но не тут то было Митрофанов бежал из Пекина вместе с своей семьей в Японию в Токио и с Токио на пароме отправился в Сан-Франциско вместе с своей женой где он стал ценным информатором Центрального Разведочного Управления о работе по проникновению спецслужб РФ в посольство консульства и визовые центры чужих стран теперь нам становится ясно почему власти США потом закрыли посольство России в Сан-Франциско из-за того что это были не посольства Министерства иностранных дел Российской Федерации а база СФР ФСБ ИГРО в США из-за показаний Митрофанова из-за всей этой истории можно сделать вывод что будь ты хоть хакером хакером гением гением но если ты не разбираешься в работе спецслужб или разбираешься лишь поверхностно то тебя и твоих родных будут использовать грязными методами грозя шантажом грозя шос пытками и тюрьмой а мать Митрофанова все-таки посадили но это уже другая история продолжение дела Солсберецких следует да я чуть ли такое было ощущение когда я все это писал что я пишу чуть ли не роман но нет это было все на самом деле закроем за минуты Россия поставила Украине ультиматум по Азовскому морю данная новость говорит нам о том кто агрессор а кто нет кто ставит ультиматум тот и агрессор кто угрожает сделать Азовское море внутренним морем России тот и оккупант значит это Россия и русские люди сброд говна под названием эрефия вновь Россия бравирует оружием и угрожает чужой стране об этом обо всем заявил Франко Дану Клинцевич комментируя задержание погранслужбы Украины 15 судов за незаконный вход в Крым действительно незаконный ведь по всем международным документам Крым территория Украины а Украина ее структуры не давали разрешения входить кораблям России на свою территорию но Клинцевич говорит что это беспредел не имеет значения идет ли речь о российских судах или нет но корабли совершенно законно вошли в Крым тут Франца Адамович думает что ну туда на территорию Азовского моря на территорию Крыма входит не только российский или украинский корабль а корабля каких-нибудь иностранных государств словно подчеркиваю важность Крыма но на самом деле суда третьих стран давно не входит туда в Крым или на Азовское море почему-то потому что когда у вас вы видите там в Гугле в Яндексе в Википедии что аха спорная территория между этими и этими то в целях сохранения груза в целях того чтобы его не арестовали вы что делаете вы отказываетесь от заказа перевести что-то там в Крым или на территорию Азовского моря а вы заключаете контакт например с теми странами где нету территориальных споров да чтобы целостность вашего груза или груза ваших партнеров сохранялась так что в Крым давно иностранные суда не заходят только российские и украинские Пинцевич забыл добавить что законно они вошли эти корабли только по законам России на территории Крыма по международному праву которые выше законов России 15 кораблей нарушили закон и были справедливо этапированы так сказать в КПЗ для судов в Бердянске Мариуполе и в прочих городах Украины Украины Украине надо пополнять свой флот а как вы хотели дорогие россияне и ничего и ничего зазорного в этом нет что флот Украины пополняется трофеями страны которая вторглась на территорию Украины и ведет неприкрытую войну с Украиной я напомню кто же такой Франц Адам Ишкленцевич ну помимо того что он депутат Госдумы многие знают что Франц Адам Ишкленцевич был в Афгане но не многие знают что он там конкретно делал а он был старший инструктор политотдела армии 345 отдельного парашютно-десантного полка ВДВ внимание по специальности специальная пропаганда специальная пропаганда то есть в Афгане он сознательно промывал мозги людям чтобы шли в бой причем что означает спецпропаганда это тебе не ТВ смотрите не газету читать это психотенное психотипное воздействие на людей при помощи наркотиков гипноза электрошфока любых средств и воздействие внешних излучателей каких-то антенн и так далее нервно-лингвистическое программирование в малых дозах вот что это означает спецпропаганда вот чем Франц Адамович занимался в Афгане а сейчас он депутат государственной думы он там понабрался в Афгане опыта и сейчас зомбирует россиян уже на территории всей страны массово зомбирует россиян в пользу конечно единой России и Владимира Владимировича Путина а вы думали что Франц Адамович от духов отбивался в Афгане да как бы не так он манипулировал сознанием людей со слов его жены занимался не совсем легальной работой это и подру это и понимается под этим теперь ясно как вдоволь натренировавшись на афганцах на афганцах Франц Адамович теперь в качестве депутата тренируется над всеми россиянами между прочим Франц Адамович кандидат психологических наук и он хорошо изучил на профессиональном профессорском уровне как манипулировать людьми я думаю был причастен к аналогичной программе в России МК Ультра вот кого вы выбрали россияне себе в думу военного ученого который ставил над вами опыты еще при советской власти а сейчас ему даже никто и не указ тут став опыты не хочу он не защищает вас зато пользуется всеми благами государства так в июне 2016 года в санатории Русь Клинцевич побывал бесплатно хотя по решению суда обязан выплатить за свое пребывание там 285 тысячу рублей правда Верховный суд отменил эти решения но тоже под гипнозом Клинцевича но Клинцевич активно Клинцевич активно жаловался Путину что он а на Клинцевича прошу прощения на Клинцевича активно жаловались люди Путину что он инициатив что он инициировал много проверок человеков частного бизнеса частных ветеранских организаций тех людей которые 79 по 89 побывали в Афгане ну понятно да хотел подмять под себя бизнес бывших афганцев и с успехом это сделал вот кто такой Франц Адамович Клинцевич с него взятки гладки хоть с гусей вода недаром он владеет гипнозом и прошел курс по внедрению спец пропаганды советским в мозг людям самый громкий скандал с Клинцевичем был в апреле был 5 апреля 2017 когда СМИ опубликовали письмо главы службы безопасности Березовского Сергея Соколова из Лефортова в котором он признался в подделке компромата в отношении руководителя Тольятти Адота Вячеслава Суслова и Вячеслава Володина по заказу Клинцевича Франц Адамович вынудил Сергея Соколова обвинить Суслова и Володина так что сами видите если покопать биографию депутатов фракции Единой России то можно найти интересные махинации и преступления и неудивительно что эти люди заявляют что мы способны перекрыть Азовское море и уничтожить украинские корабли посредством своих ракет да способны увы но как патриотизм а де факто фашизм Клинцевича Клинцевич это можно считать доктором Менгеля в российской власти совмещает этот самый фашизм патриотизм с его личным домиком на островах Игейского моря и стоянием в 200 миллионов долларов самого Клинцевича мне непонятно но короче говорят тот еще патриот постоянно сыпется угрозы для Украины закрыть Азовское море со стороны России и даже война на Донбассе была начата как была начата как раз для этого для прорубки сукопутного коридора в Крым территории Украины и для взятия Азовского моря под свой контроль как один из элементов территориальной деблокации Крыма вот что на это ответил министр обороны Украины Семен Полторак то есть Россия всячески ведет экскалацию конфликта на Азовском море чтобы потом всплыхнула вот эта вот часть Украины которая выходит на Азовское море и к ДНР и ЛНР присоединились еще территории и так вплоть до Крыма но ВСУ пока доблестно отбиваются отбиваются вот что на это ответил министр обороны Украины Семен Полторак мы сделаем выводы из этого заявления Клинцевича и будем адекватно реагировать в полной боевой готовности на угрозы со стороны России в Азовском Черном и на всей территории Украины дойти до Киева у российской армии не получится потому что они не смогли даже полностью за 4 года взять территорию Донецкой и Луганской области под свой контроль не получится ничего у них и на Азове вот он комментарий адекватного человека а не того который пичкал своих солдат колесами психотронных препаратов в Афгане надо ударить по зубам агрессору и конечно же взять Крым в полную морскую блокаду дабы отучить Россию от таких заявлений что мы можем ударить по Азовскому морю по кораблям Украины вот такая вот перемога для Украины и такая вот срада пока для России а Франца Адамовичу ух не смотрите в глаза а то будете зомбированы киевляне назвали провальной деятельность Кличко на посту мэра Киева что неудивительно мы все с вами знаем как Кличко получил должность мэра Киева в ходе переговоров его партии удар с партией Порошенко БПП в ходе которого был достигнут компромисс что Кличко его удар поддержит Петеньку на пройденных выборов а Петенька кинет свой административно ресурс так идет запись так вот а Петенька кинет свой административно шоколадный ресурс на выборы в пользу Кличко дорогие киевляне раньше надо было думать о том что у вас Кличко может и не устроить так как Кличко нету опыта руководителя вот нет у него опыта руководителя и все тут и поэтому отсутствует вода и газ в квартирах киевлян с мая у Кличко нету руководящего опыта а вы его выбрали потому что посчитали что мэр города должен быть в первую очередь политик а не хозяйственник хотя на самом деле мэр особенно мэр столицы государства должен считать себе оба этих качества быть и политиком и мэром он должен быть политически подкован и уме что называется вентиль скрутить в доме в любом доме киевлян уметь управлять ЖКХ а Кличко он боксер шоумен вот и все он не умеет ни ЖКХ управлять ни даже наверное кран вкручивать ему бы федерацию спорта возглавить аниме быть но между прочим без поддержки Кличко его партия хрен бы петенька стал бы президентом Украины казалось бы например Кличко можно сделать вывод что демократия не всегда работает и народ не всегда прав правильно выбирает себе начальство и поэтому надо мэров украинских городов назначать а не выбирать как в России и как в Украине назначают губернаторов ну к примеру как в Рашке иметь муниципальный фирт чтобы депутаты местных месечковых рад избирали себе начальство никого не спросив ответ на это строгое нет это нарушает все базовые демократические нормы украинцев и у киевлян в данном случае ради которых киевляне стояли на Майдане и ради которых они погибали от пророссийского спецназа МВД Перпута что же делать в такой ситуации как выбрать достойного мэра города вот именно выбрать а не назначить для этого существует система непрямых выборов что это такое это когда твой голос за ту или иную политическую фигуру отдается изначально не этой фигуре конкретно а району где проживают то есть если мы имеем ввиду выборы мэра города то голосуют за мэра района соответственно и да соответственно вот например если взять за внимание Киев то таких районов Киева 10 соответственно если закличко в подавляющем большинстве выскажут 6 районов Киева запечко то пуста он будет мэром а если нет то на нет и киевского оборонского суда нет но если взять обычные выборы и посмотреть не только выборы 2014 года не только выборы мэра Киева но и выборы в горсовет Киева то мы увидим что за Кличко и за его удар голосовало меньше 51% меньше электорального большинства киевлян хоть и удар победил в Киеве с результатом 37 голосов в местную раду но это все таки меньше большинство меньше большинство голосов вот мне кто-нибудь может объяснить как это так интересно получается что за команду Кличко голосуют меньше киевлян чем за самого Кличко ну понятно что наверное Петенька использовал свой админ ресурс на полную катушку о чем а чем он а я задаю вопрос о чем Кличко лучше своей команды своего удара ну кроме известности конечно ответ ничем когда создал удар Кличко кстати признал что его развели на первом майдане 2004 года а раз он обманываться рад то конечно нафтогазу и Киев теплоэнерго развести его на казну из бабла из бюджета города было расплюнуть а результат какой в трубе нет горячей воды отопления и тому подобных благ если бы я жил в Киеве я бы безусловно голосовал за батьки в щену в горсовет и за рубец Лесю Юрьевну на посту мэра которая выступает за сохранение в муниципальной собственности ведущих предприятий Киева в Киевляне допустили ошибку и теперь платят по своим счетам как впрочем и на президентских выборов когда выбрали того человека у которого есть фабрика в России которая платит платит деньги агрессору из этих денег своей липецкой фабрике Россия привозит в Донбасс новые танки и новое оружие Юля приди приди уже к власти наконец идем дальше новое дело Браутера генпрокуратура возбудила новое уголовное дело против финансиста Уильяма Браудера как считает подопечный Юрия Чаки он Уильям Браудер отравил и убил своих сотрудников сотрудников его фирмы Hermes Capital дабы уйти от уголовного преследования Интерпола за хищение средств из бюджета России сам Уильям Браудер обвиняет российское МВД в хищении 230 миллионов рублей и смерти Магнитского я сразу могу сказать что место Уильяма Браудера конечно же в тюрьме он знаменитый международный мошенник и да скорее всего он увел в свой кошелек немало денег из России которые бабы но но международный аферист Уильям Браудер не мог провернуть такие схемы похищению стольких средств 5 миллиардов рублей в одиночку ясное дело что за процент откровенных денег ему помогали высокопоставленные люди в погонах и вот поэтому я вот это песню крутил в самом начале видео оборотни в погонах вот я что имел ввиду что вот эти оборотни в погонах помогли Уильяму Браудеру из бюджета вывести 5 миллиардов рублей 5 миллиардов рублей и убить Магнитского и кстати говоря как писали в новой газете между прочим Уильяму Браудеру помогал лично тогдашний министр обороны Сююф Дюко а вместо того чтобы начать уголовное преследование людей в погонах которые изменили присяги Генпрокуртуру нам говорит что смотрите смотрите Браудер не только вор но и холоднокровый убийца и это тогда когда два две русских фамилии Петров и Баширов гремят на весь мир это происходит тогда когда Владимир Карамурза старший напрямую обнил российские спецслужбы в его попытках отравления когда ему в ресторане Вашингтона подсыпали яд в бокал Вилна ясное дело несмотря на то что Уильям Браудер международный аферист и мошенник безусловно так но он не убийца он не убийца все вот этих вот свидетелей устранили наши потому что это наш почерк устранять свидетелей а не почек Уильяма Браудера вот взять хотя бы смерть Магнитского смерть Магнитского это концы в воду избавления от доказательств вины генералов МВД в деле Хермиш Кэпитал а Уильям Браудер была ни к чему смерть Магнитского так как к тому времени он находился уже в недосягаемости для российского правосудия но генералы а может быть и полковники полиции понимали что они это в отличие от Уильяма Браудера находятся в зоне прямой досягаемости Центра экономической безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации которая кстати почему-то до сих пор молчит и мы не знаем точно имена поддельников Уильяма Браудера в погонах российского МВД но мы знаем точно что Сергея Магнитского аудитора компании Браудера был конвоирован в отдельную камеру СИЗО матворческая тишина для диагностики якобы психической неадекватности его так как он жаловался де-факто небезосновательно на плохие устроенные содержания и не оказание ему медицинской помощи из него пытались сделать психа очевидно что потом его показания в суде против оборотней в погонах ничего не значили но сердце Магнитского не выдержало или его вот эти вот генералы МВД при помощи своих связей с сотрудниками в СИН России смогли убить и он умер в тюрьме подсыпав ему яд в таблетку самое интересное что начинается как всегда в России после смерти после смерти в Магнитского сама вся генпрокуратура внимание отказала в проведении судебно-медицинского обследования тела Магнитского то есть они тогда отказали в проведении судебно-медицинского обследования тела Магнитского а сейчас вдруг заявляют ну конечно же Браудер убил конечно же Браудер убил а мы тут ни при чем а теперь прокурорско-конторские И люди нам говорят, да это Уильям Бауэр ввел яд Магнитского, его люди, прокурорские, вот я хочу задать прокурорским несколько вопросов. Первый. Если Уильям Бауэр действительно убил Магнитского, то тогда почему на столько лет, а прошло с дела Хаймеш Капитал в России 6 лет, не подняли из земли тело Магнитского и не провели изгумацию для изучения и судмедэкспертизу его трупа? Вы наоборот в генпрокуратуре запретили это делать. Первый аспект данного дела. Второе. Если подельники Уильяма Браудера пронесли яд в СИЗО Матросская тишина для Магнитского, а потом этот самый яд ему ввели, то почему не наказаны руководители СИЗО Матросская тишина? И как вообще так это получилось сделать у подопечных Уильяма Браудера, у киллеров Уильяма Браудера? А это операция между прочим уровня не какого-либо там финансиста и не какого-либо компании, а уровня спецслужб. Но если это так, и допустим, что Уильям Браудер работал в России в интересах ЦРУ или МИ-6, то где эффективная работа ФСБ, где эффективная работа контрразведки для предотвращения убийства ценного свидетеля в деле международной преступной синдикации, в деле международной преступной банды, как сейчас нам сказали, в отличие от Генпрокультуры РФ про компанию Браудера, то есть где грамотная работа контрразведки ФСБ по предотвращению деятельности в России международной преступного синдиката. Да, и оставление в живых ценного свидетеля этого самого международного преступного синдиката. Где эта работа? Нет, ее не было. Боюсь, с учетом расследования Навального про сына Чайки, выводы напрашиваются сами собой. Это не просто коррупция со стороны МВД и генеральных прокуроров, а фактически и измена Родины, измена своему государству и выведению средств из него. Это целенаправленное ухудшение жизни государства. Под государством поднимаются, естественно, простые люди. Про ФСБ не знаю. Может, там есть какие-то люди, которые получили процент от хищений Уильяма, Браудера и Магнитского. А может, простая халатность контрразведки. Почему смерть Сергея Магнитского так важна для россиян? Не только потому, что россияне могут отправляться по правовому беспределу сначала в СИЗО, а потом на тот свет. Ну и потому, что именно со смерти Сергея Магнитского начались крайне эффективные американские санкции, которые провели к де-факто отмене пенсии для людей, достигших 60 лет и к полному, тотальному разорению российской экономики. Но прокурорским пофиг. Им лишь бы попиариться еще раз. А и они действительно как-то в последнее время были в тени деятельности ТСНО комитета ФСБ и других силовых ведомств. А есть, не считая, конечно, расследования Навального правоцина генпрокурора Чайки. А пиар прокурории им нужен был в преддверии выбора главы Интерпола, чтобы показать, как в России эффективно якобы борются с международной преступностью для победы на выборах главы Интерпола российского оборотня в погонах. Не борются неэффективно, потому что, смотрите, сотрудники Хэмэш Кэпитал принесли яд в СИЗО под контрольным российским ведомством, отравили Магнитского, потом ушли безнаказанно, улетели из страны. Потом сама же генпрокуратура, как я уже говорил, запретила изгумировать тело Сергея Магнитского. И вот у меня возникает вопрос. Это спланированная операция, допустим, я поверю, британских или американских спецслужб. Ну и где контрразведка ФСБ тогда в таком случае? Ее нет. Почему ее нет? Вопрос остается открытым в этом деле. Может, она есть, может, прокурорские что-то недоговаривают. Но это странно. Так если уж делать пресс-конференцию, то уж там заявить, ага, вот при помощи, при содействии, там коллег с ФСБ, мы то-то, 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 вот там Браудер участвовал в каких-то операциях в ЦРУ МИ-6, не только у нас, но где-то еще. Нет. Такого нет. Все это пиар. Отчет пиар со стороны генпрокуратуры. Не более того, увы. Депутат предложил обязать неработающих граждан платить страховые взносы. А де-факто он предложил штрафовать граждан, внимание, за то, что они находятся без работы. По вине таких вот депутатов, которые принимают такие законы, что россияне остаются без работы. Итак, депутат предложил обязать неработающих граждан платить страховые взносы. В России хотят ввести налог на тунеядцев, по которому денег нет, работы нет, но ты будешь обязан платить этому самому государству, государству какашки, дань. Причем непонятно на какие шиши, если ты не работаешь. Такое вот предложение подготовил член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов. В прошлом, кстати, оброчень в погонах от МВД. Эту мразь вы видите на своем экране. Обратите внимание на последние инициативы депутатов и правительства. Вести налог на самозанятых, вести налог на лимонад, вести налог на колбасу. Все эти инициативы направлены против своих граждан. Депутаты не слуги народа в Российской Федерации, а его прямые могильщики. Суть предложений, то есть идут такие законопроекты, такие предложения в Госдуму вносятся только штрафовая. Раньше было там просто какие-то запретительные меры. А сейчас тенденция на штрафы. Штраф за это, штраф за то. Штраф там за колбасу, штраф за йогурт, штраф за, я не знаю, за просто хождение по паркам, конечно же, будет ведет в России. Так что пока у кого есть деньги, болейте нахер. Вас будут просто штрафовать в скором времени за то, что вы просто вышли на улицу. Такое обязательно будет в российском преступном государстве. Депутаты не слуги народа, а его могильщики. Предложение Вострицова состоит в том, что взносы в пенсионный фонд на медстраховку уплачивает работодатель. Это составляет 30% от дохода работника. При этом 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, хотя многие из них заняты неофициально. И как думает депутат мудошлепок Вострицов, это означает, что они работают на себя. Это хорошо, если была бы правда. Что значит работать на себя? Это вести бизнес, который дает рабочие места и налоги государству. Но как бы не так, как правило, люди работают неофициально на какого-либо дядю шефа, который таким образом при помощи нелегальной работы платит тебе больше зарплаты в конвертах, чем официально. Так как деньги не идут взносом в пенсионный фонд, либо же на медстраховку. Что важно для работника в условиях санкций и налогов на колбасу, хлеб и т.д. То есть важно получить как можно больше денег сейчас. Ну а что будет потом? Путин же нам сказал, что мы все мученики и попадем в рай. Причем очень скоро. А я еще жить хочу. Я не хочу таких генит, как Вострицов видят в Государственной Думе. Или вообще, если учитывать многие депрессивные регионы страны, тебе хоть что-то, пусть в конвертах, пусть нелегально, но платят. И депутат видит, ага, а у людей-то есть еще чем поживиться для нас, для депутатов. И выходит этот подонок Вострицов с инициативой, которую надо давать вот по этому, по макушке. А давай-ка мы, если человек не платит за пенсионный фонд, который недавно попросил умершую бабульку явиться с паспортом и свидетельством о своей смерти. Пенсионный фонд, в которых самые большие очереди в российских правительственных структурах для граждан. Пенсионный фонд, дескать, сам помер, сам иди за пособием, вот что сказал пенсионный фонд, людям умершей бабушки. Этот самый пенсионный фонд, который разворовывается всем, кому не лен. Пенсионный фонд, в отделениях которого самые длинные очереди в российских правительственных структурах. Да разве я должен платить свою копеечку за этот грабительский пенсионный фонд? Ответ нет, не должен. Таких, как Вострицов, надо расстреливать, не отходя от Госдумы. Просто в опиющей случае. Вот какой диалог получится между государством и мужиком. Может быть женщиной, но между государством и работником. Плати. За что говорит мужик государство? За то, что по нашей вине ты потерял работу и не можешь найти новую легальную, которая тебе выгодна. Нормально вообще. То есть гражданин Российской Федерации будет платить штраф за то, что по вине нашего государства он не смог найти легальную работу, которая его бы полностью устроила. Вот мразь. Вот Сергей Вострицов мразь. Вот что получится из-за этой депутатской суки. Если человек обяжет платить штраф за то, что он нигде не работает, то на штраф он будет брать взаймы у знакомых и обращаться в банк за кредитом. И в результате действий Сергея Вострицова финансовое положение граждан Российской Федерации еще более ухудшится, чем сейчас. И все это произойдет на фоне публикации Хинштейна в Твиттере о том, что у депутатов Госдумы самый скромный обед. Всего-то каких-то для центра Москвы каких-то 250 рублей. И это причем, что у меня в городе, у меня в городе не в центре, просто у меня в городе обед стоит в такой столовой, в обычной столовой стоит 500 рублей. 500 рублей у меня в провинциальном городе стоит, в Москве стоит, где цены на недвижимость достигают миллиардов долларов, стоит обед в столовой 250 рублей. Какие же сволочи, какие же мрази депутаты Государственной Думы. Есть там хорошие люди, но очень мало. В основном такие сволочи, такие суки, как Сергей Вострицов, которые могильчики своего народа, которые гробят и унижают свой народ, которые у граждан отбирают последнюю копеечку на свои штрафы себе в карман. Потому что денег нет, а вы держитесь, никого не стесняясь. Меня тошнит от такого государства, где есть такие люди, как Сергей Вострицов. Меня тошнит от такого государства под названием Российская Федерация, где все делается не для людей, а для оборотней в погонах, в МВД, ФСБ, ФСКР, в Генпрокуратуре и в других ведомствах и министерствах. Позор Сергею Вострицову, лютый позор и ненависть. Обструкция должна быть ему от народа, безусловно. Ну вот так вот на этом новости недели закончились. Остается еще рубрика «Личные новости». Ну, что тут сказать? Да, выпал первый снег. Выпал первый снег. Ну, я не знаю, посмотрю, есть ли еще там заторы в городе. Как коммунальщики выпал только сегодня, на момент записи данного видео. Так что я еще посмотрю, как коммунальщики справляются с первым снегом. Кто переобулся там на шапы, кто нет из городского транспорта. И, как всегда, увидимся на следующей неделе. Я об этом вам, наверное, доложу и расскажу. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи. Пока. Берегите себя. Одевайтесь потеплее. И, конечно же, безусловно, поиграйте в снежки со своими детьми. И даже пусть с соседями тоже поиграйте. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...